Для младенцев йогурт — это первая твёрдая пища. Однако существуют противоречия. Йогурт является одним из самых полезных продуктов, которые в то же время содержат микробы, точнее сказать, бактерии. Как удаётся изготовлять продукт, который, несмотря на тщательные проверки, всё равно содержит потенциально опасную смесь? Для приготовления фруктового йогурта сначала отбирают фрукты. Рабочие очищают их от кожуры, глазков, потёртых краёв и кусочков отличных подсвет. Но сами фрукты не становятся йогуртом. Вначале из них делают джем. Для того, чтобы вредать джему нужный вкус и цвет, необходимо точно взвесить все составляющие ингредиенты, после чего их заливают в миксер. Вода — первый ингредиент. Затем идут натуральные, искусственные наполнители и стабилизаторы, которые повышают вязкость продукта. Некоторые виды фруктов не обладают достаточной глубиной цвета, поэтому используют красители. Затем в продукт добавляют фруктозу и сахарозу. Температура в миксере достигает 60 градусов. Это помогает лучше растворять твёрдые составляющие. Миксер постоянно перемещает массу для равномерного смешивания всех ингредиентов. Потом добавляются красители и фруктовая масса, которые около часа подогревают и перемешивают. После чего для уничтожения всех вредных бактерий джем ещё час нагревает при минимальной температуре 80 градусов. Для приготовления йогурта различные порошковые и молочные продукты смешивают с молоком и сливками. Йогурты с пониженным содержанием жира изготавливают из обезжиренного молока и без сливок. Когда все ингредиенты смешались, масса полминуты нагревается до 80 градусов. За это время продукт пастеризуется. Однако, избавившись от бактерий, возникает другая проблема. Молоко и сливки не смешиваются. Потому что сливки легче по содержанию жиров. Тогда приступают к гомогенизации, смешиванию молока и сливок. Поршни гомогенизатора дробят шарики жира на более мелкие. Что позволяет жидкостям перемешиваться. После чего смесь поступает нагретой до 45 градусов в родильные цистерны. Затем туда добавляют бактерии, привезённые из лаборатории, которые производят их для пищевой промышленности. В зависимости от вида йогурта, брожение занимает от 6 до 20 часов. На этом заводе упаковки для йогуртов изготавливают прямо на упаковочной линии, используя листы пластика и бумажные этикетки. Аппарат нагревает пластик и передаёт ему форму стаканчиков. Несколькими секундами позже расклеиваются этикетки. Вы сможете лучше наблюдать за процессом, забравшись под устройство. Теперь стаканчики наполняют смесью йогурта и фруктового джема. Для того, чтобы уберечь йогурт от заражения, воздух тщательно контролируется и фильтруется в этой части устройства. В йогурте содержатся полезные бактерии, виды которых имеются у нас в кишечнике. Они создают производную, известную как ацетальдегид. Это придаёт йогурту его отличительный запах. Красные точки — это электронные датчики, которые проверяют уровень заполнения. Крышки из стаканчиков выполнены из тонкого, но прочного алюминия. Вначале их переворачивают и пропускают через принтер для выставления срока годности. В запечатанной упаковке этот йогурт может храниться в течение более 40 дней. После этого крышки снова переворачивают, чтобы запечатать стаканчики. И, наконец, автомат распределяет продукт в соответствии с размером упаковки, выпускаемой на заводе.